Три, два, один, бегом! Два свистка обозначает, что где-то рядом медведь. Мы на Сахалине. Самое удивительное в походах, это то, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. Никогда! Медвежья лапа, я иду к тебе. Вот-вот-вот, иди сюда. Свежее не бывает. Сейчас будем готовить. Я встаю с дивана и иду ныряю в господское поле. После приехал, все, рыба моя. Ай, моя первая рыба! Объявляю в горник рыбным днем! Проснуться в 6 утра, чтобы увидеть жебчужину этого острова. Самый главный рассказ о главном. Судя по всему, зимой здесь невероятно холодно. Честно признаюсь, собрано со вкусом. То есть я могу сказать точно, что японцы строить умеют. Путешествуйте. Мир безграничен. Один из самых важных инструментов в жизни любого человека – это вдохновение. И каждое это вдохновение ищет по-своему. Вот для меня важнейшим инструментом является путешествие. И я для себя в этом году поставил такую большую интересную цель прийти к самому, наверное, желанному маяку в России. Это маяк Анива. Он находится в самой, кажется, южной части, поправьте меня, в самой южной части этого прекрасного острова. Это маяк, который построили японцы. Он невероятно инстаграммный, безумно красивый. Путь до него километров 80. И вот как раз-таки эти 80 километров нужно будет пройти с рюкзаком. Для чего? Первое – увидеть сам маяк. Второе – найти ответы в самом себе и во всем том, что меня сейчас окружает. Это позволит мне по-новому, может быть, переосмыслить какие-то вещи в моей жизни. Найти какие-то новые решения с точки зрения кулинарии в своей голове. И просто кайфануть и отдохнуть. Чего каждому из вас, друзья, желаю. Находите время, больше путешествуйте. И главное – путешествуйте с близкими и со своими друзьями, чтобы вдохновляться. Это, наверное, один из самых важных навыков, которые нужно узнать в этом походе. Смотрите, как это делается? Вот так вот. Обязательно, да. Иначе есть вероятность, что останешься спать на улице. В ночи, в холоде, в ветре. Поэтому, да, без инструктажа, в походах делать нечего. Вот, смотрите, здесь есть такие кольца. Да, да. Над входом, над... Вот они. Мы на самом деле сейчас находимся в самом-самом, с точки зрения гастрономии, регионе, которая славится самыми лучшими морепродуктами в мире. Я вообще не побоюсь. Конечно, да. Потому что здесь, благодаря холодной воде, здесь реально вся вот история, связанная с морепродуктами, она реально лучшего качества. Благодаря близости Кореи и Японии, мы здесь на столе, видишь, видим такой вот интернационал. Кимчи, ну, а-ля корейская история. Чука, а-ля история, связанная с Японией. Папаротник, история со Ближнего Востока. Ну, и рыбка, которая плавает здесь. На самом деле, уникальность вот этой вот истории то, из всего того, что вот реально выбрасывается на берег, готовят вот такие классные закуски. Вот, ну, вот. Ну, это, вот это реально интересно. У меня ожидание, что я вот так буду кайфовать весь поход. И много-много икры съем. А муж почистит мне еще морских гребешков. Очень вкусно было. Ожидание. Прийти, прийти не поломанным, не порванным. Ничего не потерять. Вдохновиться, вкусно поесть, выспаться. Наверное, так. А здесь вулканы были раньше, получается? Я думаю, что... Смотри, когда я здесь был, был последний раз 50 тысяч лет тому назад, здесь был вулкан. Я думаю, что все-таки он, ну, вот, ну, вот этот песок остался, да, благодаря тому вулкану, который я здесь разжжел. Кофе, как разжжел. И все человечество шагает огромными шагами вперед. И для меня лично вот такая вот история под названием дриппакет это абсолютное спасение, которое я постоянно с собой беру во всякие походы и завариваю его. А так, да, кофе это лучший напиток на земле. Поэтому, друзья, если вы вдруг по какой-то причине не любите кофе, значит, ваше время просто не пришло. Вы его обязательно полюбите. Так же, как я когда-то полюбил маслины. Для меня это, на самом деле, первый такой поход в абсолютной дикости. Ну, то есть, в прямом смысле слова. Здесь вообще нет цивилизации никакой, а вообще от слова никакой. Самая большая проблема, с которой я столкнулся, это, конечно, акклиматизация и часовые пояса. 9 часов это много, это реально много. Поэтому я всем рекомендую, если вдруг вы по какой-то причине решите приехать на Сахалин, а вы 100% решите приехать на Сахалин, то хотя бы перед походом нужно сутки-двое, да, там, отлежаться, отоспаться, да, чтобы попасть вот этот вот именно временной поток. Иначе будет физически очень тяжело. 9 часов это большая разница. Это не 3, не 2, не 4 часа. Сахалин его огромный-огромный плюс, если брать, да, там, все вот другие, да, там, подобные походы, он параллельно абсолютно гастрономический. Абсолютно. Потому что по-любому, приехав сюда, вы 100% попробуете самого лучшего и самого свежего, дикого гребешка. Вы попробуете 100% самую вкусную красную икру в своей жизни, самую, реально, абсолютно самую вкусную, дикую красную рыбу, которую никогда в своей жизни не пробовали. Потому что вся она плавает здесь, и все то, что приезжает к вам, если с пометкой дико, ну, там, дикое, оно все, ну, замороженное, размороженное. А здесь прям настоящий свежак. Короче говоря, друзья, здесь круто. Но мне кажется, что самый смак, он начнется завтра. Потому что мы подходим к скалам, к абсолютно необузданным диким скалам, где живут огромные стайки всяких крачек. Поэтому ждем завтрашнего дня. И, конечно же, и, конечно же, я очень надеюсь сегодня увидеть звездное небо. Бескрайнее звездное небо, которое будет что-то мне сегодня 100% шептать на ушко. Кайфово. Я только что искупалась в Тихом океане. Переоделась в сухое термобелье. К ужину готово. К ужину готово. Я приоделась к ужину. Только ужин еще пока не готов. Ничего. Я подожду. Субтитры сделал DimaTorzok У меня в крови есть все реально с острым. Хотя многие на самом деле ассоциируют грузинскую кухню как что-то такое вот острое. Это на самом деле неправда. Тебе подлить? Грузинская кухня, она на самом деле не славится всякими острыми штуками. Спасибо. Я острое очень люблю. Ширачу вообще считаю одним из самых гениальных соусов вообще в мире. Он идеально сбалансирован по остроте, по сладости, по кислоте. И плюс благодаря именно самой ферментации перца, который участвует непосредственно в основную роль в самом соусе, он еще и усиливает любой продукт, который ты вот его добавляешь. Топ. Особенно когда идешь весь день, то вот под вечер такое самое то. Как рекламинку он сам приготовил, да? Посмотри, какой заказ. Спасибо. 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 И самое удивительное в походах, это то, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. Никогда. Мы совершенно не знали вот об этом водопаде, а он, оказывается, жил буквально в 100 метрах от нашего лагеря. Пошли дальше. Настоящая пушка. Вот это я понимаю реально отдых. Дикий, абсолютно неконтролируемый и, конечно же, безумно прекрасный. Всем желаю побольше путешествовать. Потому что такой вкусной воды, поверьте, друзья, вы ее ни с одной бутылки не выпьете, ни с одной. О! Прикинь. Прикинь. Розового цвета. Подарю Мари. Плянусь, не наигранного. Вот сейчас скажут реально, как будто бы взял и бросил ее. Прикинь, розовая. И двежья лапа. Красота. Я иду к тебе. Очень круто. Фантастик. Огромный медведь. Нужно быть поаккуратнее, конечно, но... Я не думаю, что он прям к нам подойдет, потому что все-таки в дикой, даже сегодня, в дикой природе, дикие животные боятся людей. Но нужно быть, конечно, поаккуратнее. Это хороший сигнал того, что даже, ну как бы, никуда одному отходить не нужно. Но, с другой стороны, сейчас нерест, я думаю, что он сытый, поэтому мы вряд ли ему будем, ну честно, интересны. Но большой, да? Вот такой сказать. Невероятно, что мы живем на планете, которая тебя, ну правда, поражает каждое, каждое мгновение. Вот такую красоту невозможно увидеть нигде. Ни на ком ютуб канале. Даже этот ролик, который вы, друзья, сейчас видите, поверьте, вживую, вживую, это в миллиард раз реально круче. Поэтому путешествуйте. Палочки слева на рюкзаке. Что, и вставить воздух? Дистанция, когда человек говорит, свободно идет тот конечный объект. На канате находится только один человек. Она свободит. Короче, шли по берегу, нашли мидии. Сейчас будем готовить по-ганезовски. В походных условиях. Называется без ничего. Мидии в мидиях. Рецепт ал-откотэ. Ложка или половник подойдет? Половник. Все, вставьте огонь. Смотрите продолжение в следующей серии. Буквально 3-4 минуты. Мидии быстро готовятся. Тем более они свежие вообще. Единственный момент, когда вот мидии готовите, все, что раскрытое, сразу выбрасываете в мусор. Потому что они уже испачки. Они мертвые, да. Из-за того, что это морепродукты, здесь распад белка намного выше, чем, допустим, у той же самой говядины. Поэтому надо быть крайне аккуратным. На Сахалине еще, мне кажется, никто не готовил мидию с уанской соли. Вот приехал в котель. Спасибо, что все. С МИДом нахер. Закрыл, горел? Что, ребят, все, давайте пробовать. Давайте я сфотографирую, смотрим, пожалуйста. Короче, открываем здесь мидийное место. Ресторан. Один из них маленький, но какие есть. Объедение. Как банан. Вот так вот. Да, очень вкусно. Это потрясающе. Есть мидии на берегу Охотского моря. Ну, когда еще? После постоянных походов в горы, такой морской поход кажется каким-то абсолютно уникальным. Потому что здесь совершенно другая природа, совершенно другая влажность. Ты совершенно по-другому устаешь. На первый взгляд кажется, что нет горы и поход должен быть простым. Но из-за того, что у тебя ноги постоянно тонут в песке, постоянно с моря дует ветер и влажно, и довольно-таки холодно, здесь по-своему устаешь. Но красота невероятная. Вот даже вот посмотрев на вот эти вот скалы, покажи, они такие, знаешь, выжженные ветром и солнцем. Очень красиво. Сахалин абсолютно уникальный. Как мне кажется, нетронутый людьми кусок планеты, который вот на самом деле каким-то непонятным для меня образом просто остановился во времени. Здесь вообще ничего не происходит с точки зрения именно цивилизации. Здесь буйствует природа. Здесь настоящее море. Здесь настоящий ветер. Здесь настоящие скалы и какое-то абсолютно уникальное небо. Но самое поразительное, это, конечно же, звезды. Такое ощущение, что взяли 2 килограмма риса и реально рассыпали его на столе. Вот примерно вот так здесь выглядит реально звездное небо. Самая большая, единственная проблема Сахалина, это часовые пояса. Здесь плюс 9 часов, да, там в зависимости, понятно, от того места, откуда вы летаете. Это, наверное, единственный, да, да, такой момент. Прямые перелеты, раз. Очень легкая, доступная логистика, два. Здесь не так уж много отелей, поэтому заранее нужно всю эту историю бронировать. Третье. Если вы сюда пришли туристом и так же, как и мы, в дикую бройте, берите одежду на все случаи жизни. Здесь погода меняется 5 раз на дню. Четвертое. Не экономьте на обуви. Ни в коем случае не экономьте на обуви. Берите нормальную, такую именно ходовую, высокую обувь, которая вам будет служить долго и, как бы, честно. Наверное, шестой момент, самый такой важный, это, конечно же, вода. Это тот остров, где воды реально много. А в любом именно таком вот походе вода играет, наверное, ключевую роль. Поэтому сразу, ну, как бы, сразу забегая вперед, скажу, что воды здесь много, поэтому переживать тоже не нужно. Здесь недешево, поэтому по возможности не рассчитывайте на то, что вы здесь что-то будете докупать, да, там с собой, там, ну, там, что-то там будете искать и так далее. Это тот остров, где вы не найдете реально классных магазинов с какими-то там футболками недостающими, бельем и так далее. Будет сложно. Но, забегая вперед, здесь есть всевозможные истории, связанные с Вайлдберрисом, с Азоном и так далее, поэтому можно заранее это все заказать в зону выдачи, просто прилететь и уже на месте все это получить. Крестоперка есть. Тоже крестоперка? Да. Сегодня у нас рыбный день. А сегодня у нас что за день недели? Вторник, да. В Москве еще понедельник. Объявляем вторник рыбным днем. Все. Теперь моя очередь, давай. Да, моя очередь. Все. Моя первая рыба. Вот она. Ну что? Ты прохватишь? Вот я приехал, все. Рыба моя. Сейчас я все поймаю. Сырка. То, что я поймал. Называется кунжа. Какая-то очень хорошая, вкусная рыба. Рыбы, конечно, здесь полно. Просто ужас, сколько ее есть. Огромное количество. Просто я себя еще ловить умел. Вот это вот реально абсолютно дикая рыба, друзья. Вот то, что есть дикая, пойманная на крючок. Такая рыба на самом деле безумно ценится. Она раза в три дороже любой другой рыбы, пойманной в сетку. Это именно реально круто тем, что она первая дикая, а вторая поймана на крючок. Красавица. Мы все, к сожалению, да, на каком-то генетическом уровне завязаны на таких очень примитивных, да, с какой-то точки зрения, да. Но вот таких вот примитивных штуках, как охота, рыбалка, собирательство, коллекционирование. Хотя, наверное, коллекционирование, ну, как бы, наверное, это штука такая уже приобретенная. Но вот охотой и рыбалкой, собирательство там всяких ягод, да, там в лесу, это сто процентов. Это что-то, да, что вот, знаешь, у нас на уровне ДНК. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Сегодня у нас рисовая флопия с кунжутом, с сухими фруктами и молоком. Ну, условным молоком, с вкусным молоком. Скажу точно, просыпаться утром и видеть такие виды намного прикольнее, чем то, что мы видим с вами в городах. Это факт. Лучшее небо, лучший воздух. Мне круто, очень классно. Невероятно. Ты знаешь, это как вот из истории, когда ты себе представляешь поездку, но понимаешь, что по прибытию все то, что ты себе представлял, даже не стоит реально рядом с тем, что ты видишь своими глазами. Мне кажется, что вот здесь, да, на этом острове можно рандомно фотографировать все подряд. И любая фотография может стать самой красивой фотографией на вашем рабочем столе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сахалин, это на самом деле абсолютно уникальный остров. И уникален он тем, что он тебя может полностью прокормить всем тем, что здесь можно собирать и добывать ровный год. Сейчас идет рыба, ее здесь много, вот буквально за 20 минут поймали три вот этих вот рыбки на блесну. Поэтому будем сейчас ее запекать. У меня немножечко есть соли с кусочками можжевелового куста, буквально чуточка соли. Все, отправляем ее сейчас на решетку, а дальше на огонь. И будет нам как раз-таки небольшой комплимент к нашему прекрасному ужину. Ты что? Все. Рыба по-сахалински от КОТЭ. Лагерная жизнь, она как... Нет, ее, наверное, армейская называть сложно, но здесь есть определенные правила. В лагере всегда есть человек, который отвечает за огонь. Всегда. Потому что лагерь без постоянного огня не может называться лагерем. Потому что всегда нужно степенить воду на чай, подготовить завтрак, обед, ужин и так далее. В лагере все, абсолютно все, носят дрова, ищут и носят дрова. А, кстати, в нашем лагере есть такое небольшое негласное правило. Мы не оставляем после себя мусор. Любой мусор, который остается вплоть до биоотходов, мы весь этот мусор собираем и выносим его до финальной точки, где будем как раз-таки заканчивать наш поход. И мне кажется, что это очень-очень хорошая традиция. То есть мы ничего после себя не оставляем. Одно из таких тоже негласных правил. На любой стоянке мы собираем мусор. Людей, которые нас внячили. Собираем, частично сжигаем, частично также уносим с собой. На самом деле это зависит во многом от ребят, которые в целом ведут поход. Но всегда есть что-то горячее в виде супа, в виде чая, в виде каких-то легких закусок. И основа основ это высокоуглеводное второе блюдо. С макаронами, с рисом, с всевозможными крупами. Всегда животный белок. Это могут быть всевозможные консервы или же сухое мясо. Потому что свежее с собой физически носить невозможно. Фруктов обычно не бывает. По крайней мере в наших долгих походах. Почему? Потому что их довольно-таки сложно носить. Они быстро портятся и весят довольно-таки много. Любой лагерь, по крайней мере, в тех походах, в которых я участвовал, они всегда ставятся на месте, где есть вода, питьевая вода. Это, наверное, основа основ любого такого именно стойбища, в котором мы там периодически пребываем. Поэтому все. Пошли есть. Что поймали, то и съели. Точнее, то и съедим. Я встаю с дивана и иду ныряю в Лопотское море. Свежее, свежее не бывает. Сейчас мы ее вскроем и съедим. Проснуться в 6 утра, чтобы увидеть жемчужину этого острова. Самый главный рассказ о главном. Крайне простым языком. Всем рекомендую. А что здесь происходит реально именно в жесткий, как бы, да, в жесткий шторм? Посмотрите на это. А на что я? Не селится. Судя по всему, зимой здесь невероятно холодно. Честно признаюсь, собрано со вкусом. То есть я могу сказать точно, что японцы строить умеют. Короче, мы сейчас прошли по берегу моря и прорезаем насквозь. И прорезаем насквозь как раз-таки остров, чтобы выйти к Охотскому морю. Высота где-то, наверное, перепад метров 200-300. Невысоко, но не берег, а скала, по которой мы идем, она вся осыпается. Так, довольно-таки опасно. Поэтому любое путешествие, в первую очередь, друзья, это хорошее снаряжение. Хорошие ботинки, хорошие палки, правильно сбалансированный рюкзак. И, конечно же, крутые проводники, которые вам покажут дорогу. На них никогда экономить нельзя. Давайте все, что они хотят. Это противоположная сторона залива, Анива. Прикольно, очень красиво. Невероятная красота. Невероятно. Здесь такое все шумное. Все с тобой пытается разговаривать. Очень круто. Советный. Класс. Это, конечно, невероятная красота, которую невозможно увидеть, лежа на диване, сидя в телефоне, залипая на каком-нибудь, я не знаю, сайте, или просто вбивая слово «Сахалин» в поисковике. Вся эта энергия, вся та мощь, которую ты чувствуешь непосредственно на этом острове, ее можно прочувствовать только вживую. По-другому никак. Никто никогда не сможет пересказать всего того, что можно увидеть своими глазами. Поэтому, друзья, путешествие, еще раз, это единственный способ найти вдохновение, найти смысл жизни, найти внутреннюю свободу, найти правильные слова. Путешествуйте. Мир безграничен. И в нем столько удивительных мест, которые нужно увидеть своими глазами. Нет, когда еще ты нырнешь в Охотское море? Нет, нет, нет. Ответ – никогда. Да. Да, ты можешь жалеть, что я в пальцах. И, может быть, завтра, никогда, прям сейчас, я встаю с дивана и иду ныряю в Охотское море. Три, два, один, бегом! Ой, мама! Ой, мама, как будто в лаву нырнул. Невероятно холодно. Лепешки с хлебожным сыром и колбасой. Здесь у нас лепешки с сыром и творожным сыром. С колонной, блядей. И сытной. Охотское море, наверное, одно из самых диких морей, которые я вообще видел в своей жизни. Холодное, суровое, серое. И в какой-то момент кажется, что оно безжизненное, но ночные крики морских котиков, похожие на рев сирен, говорят об ином. Оно какое-то очень скрытое, но в тот же момент безумно, безумно, безумно красивое. Потому что в нем есть что-то абсолютно магическое. И, конечно же, это вот следы медведей, которые здесь питаются, чем домом является это море. Их здесь много, поэтому нужно быть, на самом деле, поаккуратнее. Мы вчера видели следы, наверное, двухметрового медведя, огромного, ну, судя по всему. След на земле был примерно вот такой вот, от лапы. Поэтому жизни здесь много, хоть и вся вот эта вот гладь кажется мертвой. Жизни здесь много, но она скрыта от человеческих глаз. Я только что подошел к устью вот этой вот небольшой речки, и стоял лосось, весь разбитый. Он стоял и, видимо, знаешь, набирался сил перед своим последним рывком. Самое поразительное, я думал, что сил у него не будет. Я попытался его схватить, но он как ракета вылетел и как бы улетел куда-то в гору. Вот вроде бы смотришь, да, сил нет, ты весь побитый, но на последний рывок, к которому призывает тебя твой инстинкт, откуда-то силы берутся. Это абсолютно непонятная для меня сила природы, которую я до сих пор понять так вот и не смог. Круто. Очень, 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 очень необычно здесь все. Вокруги. Смотрите, вот это вот нужно избавляемся от черного. Вот желтая, аккуратненько с ним держит. Будете? Будем. Вкусные, очень свежие, конечно. Свежее, свежее не бывает. Он минуту назад еще приезжал. Вот так его убили. Да. Что самое интересное, когда готов он вот такого идеального, дикого, свежего качества, никакие желтки, никакие соуса ему нафиг не нужны. А на что на вкус? Он как, знаешь, как... Рыбы не отдают? Нет, рыбы не отдают. Он как такой желток, желток со сливками. Вот если ты поймешь, он такой сливочный желток. Очень вкусно. Очень вкусно. Да. Вот, 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 иди сюда. А вот я сейчас как раз. Смотри какой. Видишь, какие они? А. Да, делается это все на самом деле очень легко. Ну, ножницами проще. Ножницами ты его вскрываешь реально вообще без там каких-либо проблем. Колючий? Ну да, неприятный. Вот, вот это вот вся эта шляпа выбрасывается. Вот оно. Желтенькая ты покушаешь и все. О, спасибо. Ну, это очень вкусно. Да, очень вкусно. Самые лучшие морепродукты вообще в принципе считаются собранные в холодной воде. Охотское море это как раз-таки то самое место, где морепродукты питаются исключительно самым лучшим микроорганизмом, наверное, в мире. Почему? Потому что из-за того, что вода холодная, соответственно, здесь такого биомусора достаточно мало. И как бы всевозможные морские ежи и устрицы нагоняют именно без благодаря исключительно крутому, да, там, вот продукту, который они вылавливают, да, там, или же фильтруют, да, там, прогоняя через себя и поедая его. Поэтому здешние сахалинские устрицы в моем понимании можно, наверное, считать одними из самых лучших в принципе в мире. Не знаю, всем любителям устриц посвящается. Сейчас мы ее вскроем и съедим. Чем отличается эта устрица от любых других устриц в большинстве случаев, которые вы едите, друзья, это то, что эта устрица абсолютно дикая. А все то, что в основном продается в ресторанах, красивых таких коробках, это все, к сожалению, вкусно выращенная устрица, да, которая подпитывается человеком, которая высаживается человеком, которая собирается. Человеком, понятно, дедушка тоже собирается, но все-таки у этой устрицы вкус совершенно другой, он намного глубже, она намного мясистей. И это на самом деле, как бы даже с точки зрения азарта, да, там совершенно другая энергия. Поэтому всем, кто любит устрицы, посвящается, следующую, которую найду, съем за вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проснуться в 6 утра, чтобы увидеть жемчужину этого острова. Это первый транспорт на нашем практически 120-километровом пути, который отвезет сейчас нас к маяку Анива. По-другому физически к нему добраться невозможно. Он находится на отвесной скале дороги, которые абсолютно не ведут. Поэтому, если хотите увидеть этот прекрасный, абсолютно уникальный маяк, который живет своей жизнью в Тихом океане, то только на лодке. И вот нас сейчас вот эта штука туда будет как раз-таки везти. Кстати, крайне-крайне-крайне рекомендую выбирать самые ранние часы для посещения этого маяка. Почему? Потому что на Сахалине маяк, наверное, является самой популярной точкой. Соответственно, насладиться красотой этого одинокого маяка у вас просто не получится. Поэтому чем раньше, тем лучше. Сейчас у нас 8 утра, и мы, по ходу, первые. Эта книга со мной, мне кажется, пролетела, проплыла, проехала в половину земного шара. Самый главный рассказ о главном, крайне простым языком. Всем рекомендую. Это фантастика, это тот случай, когда ты пролетел полмира, чтобы увидеть что-то из своих, я не знаю, фантастических, я не знаю, там, снов. Я ничего подобного никогда не видел. Но в первую очередь, это, конечно же, сила человеческой воли. Построить такое в открытом океане. Маша, ты что, посмотрела фильм «Маяк»? Нет. Нет? Нет. Как так, вот это? У меня жена не очень любит всевозможные ужастики и хорроры, всевозможные психологические триллеры. Поэтому обычно смотрю их я. А что здесь происходит, реально именно в жесткий, как бы, да, в жесткий шторм? Идешь внутрь? Погнали. Да, конечно. Куда? Да. А там что-то интересное есть? Да, да. Здесь я пуду. Пойдите, пойдем. Да, мы пойдем. Здесь находится литовая лестница маяка, по которой можно подниматься наверх. Соответственно, на все выходы, на маленькие балкончики, мы выходим по одному. Внимательно, когда поднимаемся по лестнице, делимся за перилок. Все ржавое, старое, поэтому есть вероятность, что оно в какой-то момент обладится. Посмотрите на это. А это что именно? За этой дверью нас ждет самая настоящая винтовая лестница, которая нас поведет на второй и третий этаж. Третий этаж, в принципе, для всех туристов закрыт, потому что он строился недавно, и качество постройки желает лучшего. А вот вторая часть, где как раз-таки жили японцы, которые следили за этим майком, второй этаж открыт. И сейчас мы его с вами посмотрим. А это полноценный второй жилой этаж, где, видимо, жились целыми семьями. Здесь оборудована полноценная, ну, такая вот, видимо, кухня с печью, где люди готовили. И что самое интересное, это вот эти вот батареи. То есть я, как сын сантехника, могу сказать, что здесь даже была оборудована своя бойлерная. То есть представьте, бойлерная на отдельно стоящем небольшом клочке земли в Тихом океане. Честно признаюсь, меня вообще, в принципе, вся эта конструкция немножечко поражает тем, что сам по себе этот маяк, он построен, он построен, ну, там, в некой дали от именно материковой, от островной части. То есть сюда подплывал корабль, и с корабля люди возводили этот маяк. То есть никакого доступа к островной части у них не было. То есть приплывал корабль, люди с корабля, кирпич за, там, кирпичом, бетон за бетоном. Но, что самое интересное, этот маяк был построен, там, с 34-го, кажется, по 36-й год, вот, ну, вот его выстраивали. И за все это время, в принципе, качество бетона, оно, как бы, ну, в принципе, да, покрылось, ну, там, какими-то пятнами, но здание крепкое, как и сам пол. Вот мы ходим по нему, ничего не сгонило. То есть я могу сказать точно, что японцы строить умеют. Очень красиво. И, кстати, что самое интересное, вот эта вот печь, не знаю, я, честно, никогда не погружался в японские печи, но эта печь на манер такой вот, прям, классической русской. То есть с местом, видимо, для, там, всяких, вот, костюля и так далее. Видимо, топили эту историю углем, судя по всему. Ну, как, наверное, и вот непосредственно, как бы, да, там, ну, вот, как это называется. Да, как и непосредственно, ну, там, вот, сам вот бойлер. Основной. Ну, тоже, да, практически трехэтажное здание. Какой должен быть мощности бойлер, да, чтобы отапливать всю, всю эту вот конструкцию в Охотском море, где в самое жаркое время температура воздуха, ну, может, прогревается градусов, вот, там, 12 или, там, 15. То есть, судя по всему, зимой здесь невероятно холодно, и все равно люди каким-то образом жили, обогревались. А в этой комнате, судя по всему, был такой, ну, мини-спортзал, о котором говорит вот эта вот шведская стенка, с ума сойти. Очень-очень-очень-очень-очень интересно. Я никогда не был, честно признаюсь, именно внутри, там, маяков, но этот маяк, он выглядит, конечно, очень, так вот, глобально, очень сильно. Ребят, представьте, 36-й, 38-й год, Сахалин, маяк, унитаз, на втором этаже, честно признаюсь, собрано со вкусом. Белая узенькая плиточка, это, конечно, не метлах, понятное дело, но красиво. Уже был, в 30-е годы у них уже был реально свой отдельный унитаз. Посмотри, какого качества бетон, он отражает, он практически как зеркало. 30-е годы, друзья, 30-е, 40-е годы, невероятно. Смотрите, как-таки сюда мы ездим. Ага. Самое грустное в таких путешествиях, это не их концовка, а то, что ты долгое время стремишься к какой-то мечте, ты достигаешь, ты приходишь к этой мечте, и в какой-то момент ты понимаешь, что на этом невозможно остановиться, и тебе нужно двигаться дальше. И ты осознаешь, что по сути вся жизнь – это движение. Достигнув какой-то цели, мы, как создание, не можем остановиться на этом. Нам приходится постоянно двигаться. Так вот и для меня. Маяк для меня был целью. Я думал, что, наверное, это какая-то суперкрайняя последняя точка, самая, наверное, дальняя точка в моей жизни, на которой я остановлюсь. Но достигнув этого маяка, я понимаю, что это всего лишь начало. А что будет дальше, мы узнаем чуточку попозже. В следующих сериях остаемся на связи. Начну с того, что в Грузии не принято поднимать досты пивом. Так вот, в принципе, вот у нас принято. Но мы же не в Грузии. Да, во-первых, раз, да. Мы на Сахалине, а это практически 9 тысяч километров отсюда, от Грузии. У меня есть тост. Как на любом таком грузинском застолье, у нас тосты, они такие, ну, относительно длинные. И у меня будет небольшая такая вот история, которую моя супруга слышала 18 тысяч раз. Но вы ее не слышали. История такая. Жила-была царица Тамара. Прекрасная царица Тамара. Это святая в Грузии, которая была, наверное, лучшим, одним из лучших правителей, да, вот в этой вот прекрасной стране. И тут притча. Пришло время, ей женить, выйти замуж. Замуж. Это важный момент в жизни, да, ты понимаешь. И она разослала своих гонцов. Пардон, это была вода. Она разослала своих гонцов с такой вот новостью. Тот, кто сможет с моей груди одним ударом меча или там чего-либо разбить яблоко пополам. Но что при этом ни одна капля крови не упала на землю. И кто это сделает, я, говорит, за того выйду замуж. Тема дошла до трех братьев-богатырей. Старший брат пришел с мечом. Хороший брат. Да, подошел с мечом, размахнулся, ударил по этому яблоку. Яблоко раскололось пополам и две капли крови упало на землю. Ему отрубили голову. Пришла очередь младшего, среднего брата. Он вытащил кинжал. Ударил по этому яблоку. Яблоко раскололось и одна капля крови упала на землю. Ему голову отрубили. И тут дошла очередь до самого младшего брата. Он вытащил меч. Со слезами подошел к Тамаре. Ударил по этому яблоку. Яблоко раскололось и ни одна капля крови не упала на землю. Тамара посмотрела на это и сказала ему голову отрубить. Он упал на колени и спросил. За что? Она за компанию. Так давайте же выпьем за нашу компанию. Ты пьешь газ? Да. Кто-то походу остался. У нас, мне кажется, была правда очень хорошая, дружная, очень милая, открытая, интересная, безопасная, как это сейчас принято, не буллинговая компания. Не токсичная. Да, не токсичная. Поэтому каждому из вас реально искреннее спасибо. Я персонально получил от каждого из вас большое удовольствие. Поэтому, друзья, большое вам всем спасибо. Спасибо. Поза. Еще раз за чин-чин. Да. Ура. Чин-чин-чин-чин. Чин-чин-чин-чин. Аааа. Ааа. Крабляемся. Вау. Это десерт. Десерт. Камчанский десерт. Торт. Есть торт Прага. Да, какие еще есть торт? Наполеон. Наполеон, да. Медовик. А есть торт Краб. Все, что осталось, в принципе, от краба, берется фаланга, отрывается. Понятное дело, что этот краб, он уже отваренный. Снимается. И потом ножницами, он вот таким вот образом. А вот то, что жирненько терится, оно есть? Да, я вам сейчас покажу, как. Умялись. Это самая первая фаланга, самая дорогая, самая премиальная, волокнистая. Это вот то, что многие сравнивают с крабовыми палочками, но это не крабовые палочки. Краб. Потому что крабовая палочка, это штука, она вся. Там смесь, которая перерабатывается. Да, и вот здесь вот естся вот эта вот часть. Плитка, потому что сахар, еще чего-то, это все делается вон всю пластину, и потом только... и посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...